Так, еще раз всем шалом, да, рада, что хотите заниматься. Шалом! Шалом! Еще раз всем хорошего дня, рада, что хотите заниматься эгритом, да, в течение этой недели решили все организационные вопросы, и думаю, следующее воскресенье начнем уже. Ну, естественно, начнем с этого вида, я вам расскажу, сделаем в вайбере группу, как мы договорились для вас, да, и где-то мы будем постить разные вещи, картинки, обмениваться и общаться. Так, хорошо, да, а сейчас вторая, да, вторая, самая важная, для чего иврит будем учить, чтобы вторую, понимать, читать, да, какая недельная глава была, да, кто мне скажет? Эмор. Эмор, да, как я вам говорила в прошлый раз, мы в диаспоре, да, мы не в земле Израиля, поэтому у нас немножко по-другому, мы как бы немножко отстаем на главу, это нормально, да, это нормально, вот, ну, я говорю, некоторые не хотят отставать, некоторые, значит, пошли вперед, ну, у нас так, у нас так принято, поэтому эмор. Что такое означает название, да, вот это наш эврит, эмор, это такой приказ, да, скажи, да, скажи, это первые слова этой главы, и творец сказал Маше, скажи Каэнам, знаем, кто такие Каэны, да, сынам Аарона. И эта глава нам рассказывает, что должны делать священники, да, как они должны поддерживать чистоту, как они должны вести службу, что-то, ну, в чем вообще-то нам, да, скажем так, нужны священники, да. Но дело в том, что мы все священы, в каком-то роде, да, вот, мы все, мы все, мы все, когда мы соединяемся со Всевышним, да, мы становимся особенными людьми, вот, и эту нашу особенность нам помогает помнить соблюдение митцвотов. Митцвотов, это же не просто так, чтобы нам жизнь, да, усложнить, так, ой, тяжело было все, кто нельзя меня кушать, да, туда нельзя пойти, туда нельзя посмотреть, молиться надо, да, не забыть, вот, ясно, что у нас нет, как у христиан, такого тяжелого греха, да, занят, адом, да, но кто такой, не выспались, да, ну ничего, зевайте. Зевайте знать, что мозг требует кислорода, да, вот, так, вот, зевнули, взяли, добрали кислород, ничего страшного, да, вот, и что информация важная, да, у нас информация непростая, вот, эти вещи непростые разбираются, вот, и нужно постоянно помнить, да, вот, там нам нельзя кушать продукт, нам нельзя кушать с ним, нам нельзя мешать мясное молоко, какой ужас, да, как это все, ну, зачем оно, ну, да, такая вот жизнь усложная, да, у нас, вот, а нет, оказывается, это как спортсмен, да, упражняет свои мышцы, так и мы, это нам помогает помнить, кто мы, да, что мы, ну, мы, нельзя, конечно, возноситься, но собирать, но мы другие, мы немножко другие, да, нас Всевышний избрал, это свои службы, мы как воины, мы как священники, да, у нас своя служба, у нас свои обязанности перед ним, и вот эти вот исполнение митцвод нам помогает, нас тренирует, чтобы мы хорошо несли эту службу, да, поэтому мы все немножко коренные, да, и даже девочки, мы все немножко коренные, у нас у всех своя служба перед Всевышним, и она Всевышнему нужна, понятно, что Всевышний самодостаточный, у него все есть, да, там, ну, каждый из нас ценен, да, написано, как говорят, как говорит наша традиция, что Всевышний мир создал для каждого из нас, Всевышний каждого из нас хотел в этом мире, да, если мы родились, если мы живем, этот мир для нас, да, и мы не случайно сюда пришли, и Всевышний нас любил еще до нашего рождения, да, и сейчас нас любят и поддерживают, да, и каждому из нас получил определенную миссию, потом вы подрастете, да, постепенно перед вами раскроется ваша миссия, но у нас, как у живых людей, да, у всех есть еще общая миссия, да, первое, первое, митцвот, да, это иметь семью, да, я как говорила, мальчикам обязательно девочка помогает, девочки помогают, да, мужчины помогают, то есть женщины помогают мужчинам, да, в создании семьи, в рождении детей, у женщины немножко другой статус, если женщина не хочет, да, по каким-то причинам ей разрешено, да, хотя как бы это не совсем нормальная ситуация, нормальная ситуация имеют семью и имеют детей, да, вот таким вот образом, но бывает у каждого разная служба, да, бывают женщины, которые хотят посвятить себя молитве, да, посвятить молитве, посвятить изучению Тора, да, это тоже разрешено, да, в виде исключения, это возможно, да, мужчина же обязан изучать Тору, да, как, это его тоже как функция священника, изучать Тору, вот, и иметь семью, иметь детей, да, нет у нас такого, как в христианстве монахи, да, нет у нас такого, потому что человек, он, он так создан Всевышний, что он должен плодиться и размножаться, это натуральная наша функция, мы люди, да, мы не какие-нибудь там ангелы с кредушками, да, мы люди, и это нормально и натурально. Если человек начинает идти против своей природы, начинаются всякие нехорошие вещи, да, не будем здесь об этом рассказывать, да, вот, но это абсолютно закономерный результат, когда человек считает себя не человеком и непонятно кем, да, нужно знать, кто мы, да, и вот эти митцвот нам тоже показывают, кто мы, первое, что мы, нас Всевышний полюбил, избрал, да, пустил в этот мир, чтобы мы тут жили и чтобы мы ему служили, вот это наша общая задача, каждый из нас, и девочки, и мальчики, мужчины, и женщины, мы все здесь пришли для того, чтобы служить Всевышнему, и это надо не Всевышнему, да, это надо нам, это наш, наш путь к тому, чтобы стать эктешем, чтобы стать святым, да, чтобы приблизиться к нам, к творцу, который у нас создал, да, и в этом наше счастье, нравится, не нравится, а ну вот так, да, можно это, конечно, не принимать, но потом начинаются эти хорошие последствия, да, тоже не будем сейчас об этом говорить, вы все уже достаточно взрослые и знаете, что не только хорошие вещи, да, в жизни существует, и наша задача от этих плохих вещей уходить, и вот эти митцвот, да, запад, это для нас инструкция, каким образом тренировать свои духовные мышцы, да, каким образом поддерживать духовную чистоту, не быть как грязный дух, нечистый духовный поросяк, да, мы должны поддерживать духовную чистоту, да, чистота физическая, естественно, тоже очень нужна, да, опять же, не как христианские отшельники, которые по 40 лет не мылись, они сидели на столбах, они потом кушали, да, разные насекомые, которые не заводились в грязь, да, нет, такого у нас и быть не может, да, все у нас нормальное и здоровье, как положено, без искажений, вот так вот это работает, да, вот таким вот образом, ну и потом у каждого из нас еще какая-то определенная своя миссия, есть, да, с которой мы пришли, одни пришли, например, чтобы обучать, вот как у меня, да, моя миссия обучательность, вот я открыла, что как бы Всевышний этого хочет, да, у другого миссия делать бизнес, да, и зарабатывать деньги, чтобы потом помогать общине деньгами, да, вы знаете, очень много спонсоров, богатых среди евреев и не только среди евреев, да, которые помогают своим общинам, да, даже вот наши какие олигархи, как их вот не любят, да, коломойского, но коломойский построил в Днепре огромную красивую синагогу на стиле, да, потому что можно его любить, не любить, но то, что он сделал для еврейской общины, оно неоценимо, он отдал свои деньги, да, это очень большие деньги были, и благодаря этому мы имеем красивые синагоги, красивый общинный центр, да, да, и это тоже важно, это тоже Всевышний этого хочет, да, чтобы были средства, чтобы евреям было где собраться, не только евреям, да, и учить Тару и молиться Всевышнему, да, и вести свою жизнь, да, в соответствии с митцвох, это тоже очень важно, да, работать, делать бизнес и зарабатывать деньги, ничего плохого в этом нет, если мы делаем это честно, вот, потому что говорят, что когда кто-либо умирает, да, и идет на суд ко Всевышнему, первое, что спрашивает Всевышний, честно ли ты ввел свои дела, да, первое, что он спросит, были ли мы честными в том, что мы в отношении с другими людьми, это очень важно, да, вот, и это, это основа, основа элгоизма, да, и поэтому тут те, кто говорят, что евреи хитрые, да, и они себя обманывают, это неправда, да, это они обманывают и думают, что все так себя ведут, да, вот так вот, когда человек честный, он не считает других обманщиков, потому что он сам честен, да, вот так вот, так вот идет, поэтому это очень и очень важно, обманывать никого нельзя, даже если человек не еврей, да, не верующий, вот нужно честно вести свои дела, вот, и вот эти вот заповеди, да, чистоты, которые для священников, они нас улучают тому, что тоже мы должны следить за своей чистотой, да, физической чистотой, да, прежде всего, потому что смотрите, о чем там говорится, не приближаться к мертвому телу, да, мы сейчас все в школе грамотные, да, учим, даже маленькие знают, да, Даринка, знаете, что опасно находиться с мертвым телом, с трупным ядом, да, это опасно для строги, да, не просто вот сказал, вот не приближайтесь и все, вот я вот такой вот, как сказал вам, не приближайтесь, а это потому что опасно для нашего, да, и нельзя это делать, все, ну, заболеть, реально, да, а плюс, если человек идет, там, где много людей, да, как КН, он служит, там, большое количество людей, которые пришли приносить жертву, он может привести туда болезнь какую-то и заразить других людей, да, обычные правила гигиены, да, видите, они в таре прописаны тысячи лет назад, и евреи обычные правила гигиены, которые европейские народы, я вам скажу, начали соблюдать только в девятнадцатом веке, соблюдали уже почти три тысячи лет назад, более больше, мыть руки, да, перед едой, купаться, менять одежду, да, и евреи всегда перед шаббатом шли, мы купались, да, хотя бы раз в неделю, это было строго обязательно, да, меняли одежду, мы знаем, что мы на шаббат, мы одеваем другое, она должна быть чистой, вот, вот так вот, да, и не было так, что вот ходили душевники, и склевали на них рубища, да, ползали насекомых, не приведев Всевышний, да, болели, болезни распространялись, чума эпидемии, люди умирают, да, вот это все, в илдаизме, в илдаизме, в илдаизме, слава богу, никогда такого не было, да, наше и тело очень важно, и здоровье очень важно, да, и вот в Таре даже прописаны такие гигиенические предписания, которые мы сейчас все следуем, да, не прописаны, евреи следовали этому изначально и всегда, вот так вот, да, поэтому очень, очень важно, видите, как Всевышняя, она заботится даже в этом плане, да, вот так вот, и написано, что тоже человек с физическим изъяном, да, не может служить в храме, да, нельзя приносить жертву животным, с каким-то физическим изъяном, тут мы начнем, ну, как, дискриминация, инвалидов, да, нет, потому что, как бы, для Всевышнего мы должны, должны быть самое лучшее, да, вот, если на тебе Боже, еще мы не можем, да, вот, дали, потому что и так мне не надо, и так бы я выбросил это все, а так вот, типа, как дал, да, вот, на тебе Боже, все мы не можем, неправильно, да, должно дать самое лучшее, потому что самое лучшее нам жалко, нам жалко дать себя лучшее, для себя хочется приберечь самое лучшее, И тут опять же мы снова спорт духовный, да, тренируем наш эгоизм. Отдай, да, отдай и побори свой эгоизм. И тебя, потом тебе все равно это все разместил, да, еще в два-три раза за верность ему, за то, что ты служишь ему, за то, что ты отдаешь, да, в его имя. И это работает, это реально очень сильно работает. Да, это сложно. Да, мы все вот такие собственники, это тоже естественно. Но для этого мы пришли, чтобы с этим бороться, да, чтобы работать над собой. И вот этот духовный спорт нам равно же. Так, сейчас будет мультик, погодите, погодите. Мультик я вам тоже предпосла, потому что в этой главе опять же вспоминается о необходимости соблюдать шаббат и праздники, да. Я вам сегодня нашла мультик на тему соблюдения шаббата, на тему всех этих времен, связанных с шаббатом. Опять же, из нашей серии «Тайная комната», да, с которыми мы уже познакомились. Все, сейчас будет мультик. Запускаю. Так, сейчас он будет веселее. Так, видите, да? Или еще пока нет? Грузится, да? Да, грузится. У меня черный экран и… Сейчас, он грузится. Главное, чтобы нас не выгрузится. Сейчас, сейчас, сейчас загрузится. Погодите. Вот. Сейчас, минуточку. Сейчас, 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 сейчас. Ну, главное, чтобы нас не выбило, как в прошлый раз, но вот так вот с интернетом. Вот оно, да? Сейчас уже, видите, надпись появилась, сейчас загрузится. Вот. Реки, тут о времени, да? Нам важно соблюдать времена. Праздники, шаббат – это соблюдение времен. Сейчас еще раз я это вам запущу, что-то вам подвесник очень, да? Минуточку. Тогда вторая попытка, да? Соблюдение времени, да? Очень часто, очень важно знать, к какому времени, где мы находимся. Вот. Все наши заповеди, да, связаны с временем. Так, сейчас. Все, запускается, да? Брозится. Все, поехали. Брозится. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нас всех спасать! Если мы не найдем сосуд бисамин, то не состоится церемония Абдалы И суббота не завершится Доброе утро! Ой, и мы останемся в ней навсегда! Какие-то странные лестницы! Похоже, время тут остановилось Пишите самим, Дина! Сестра! Ой! Дина! Ты на том же месте! А может, это и хорошо, что суббота не закончится? Сестра, держи! Дина! О, не купивай больше меня так! Сестра! Да тут целый парк развлечений! Давай останемся? Ну, Дина! А как же другие дни недели? А там и новый шаббат наступит! Эй! Шаббат! Наш любимый день недели! Нам же без самим спасать! Да вдолы не успеем! А ну, собрались! Мы же суперкоманда! Я почувствовала тут запах ароматных краб! Значит, за тут без самим там! Тогда нам наверх! Надо как-то вырваться из этих завернутых лестниц! Что? Джангеры? Ага! А это вам! Ха-ха-ха! Так! А теперь погнали! Да что ж такое-то! Это не питья времени, а какой-то цирк! Сколько у нас осталось до вдолы? Когда нужен без самим? Не знаю, тут же все часы стоят! Погодите! А что если попробовать их завести? Точно! Ура! Пошли! Ура! У меня получилось! А, ну то есть у вас получилось! Хорошая идея, брат! Опа! Поехали! У-у-у! Ха-ха-ха-ха! Смотри! Какие-то светящиеся вещества! Хм! Что-то мне это напоминает! Похоже на лестницу Якова! Значит, это сон! Мы спим! Вы, может, отпыте! А я вас шокер! Мне спать нельзя! Тем более, тут вышел какой-то бумаг! А противотуманные фары я дома забыла! Ну, все! Приехали! А-а-а-а-а! Апчи! Ой! Будь здорова! А ну-ка, чихни снова! Зачем это? Надо! Я тебе что? Чихательный автомат? Яник? А-а-а! Апчи! И же лестницу! Отлично! Появилась видимость! Вперед! Тина, чихай! Да нет, ты давай тоже! А можно я буду просто дуть? Нет! Ты так не весь запах от бисамима дуешь! Давай вместе! А-а-а-а! А-а-а! 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 Ух ты, вершина! Четыре сосуда? Который из них наш? Да, который придумал? Ммм, как вкусно пахнет! Ну, а сейчас я занят! Вот это пахнет домом и травом! Это он! Хороший нюх! Ну, пойдем домой! А по дороге я вам кое-что про себя расскажу! На исходе субботы, когда становятся рецептные звезды, мы торжественно совершаем день церемонии Абдала! Для этого собирается вся семья, и необходимый бутылка вина с бокалом, отбавая свеча и сосуд для ароматных травм и сомнений, то есть я! В бокал наливают вино через край, зажигают свечу, и ваш папа начинает Абдалу! А затем наступает моя очередь! Все нюхают ароматные травы и сосуды в бессалин, чтобы меньше грустить, когда нас накидает суббота! Поэтому я так важен для завершения субботы! Ура! Мы успели до начала Абдалы! Придется моему дворцу обойтись без башенки! А, это зачем? Ой, Абдалу! Спасибо, Яша! Ты, наверное, говоришь мне, будь здорова! Так, окей, да! Ну, тут больше говорилось об завершении, да, обряде завершения шабата Абдала, да? И, наверное, у вас у всех, да, родители дома делают этот обряд, да? Потому что не каждый шаббат, но делают, да? И вот вам будет домашнее задание, да? Не у всех есть вот эта башенка, да, бессалинка. Сейчас очень часто я ее не пользуюсь. Это очень красиво, конечно, но она может дорого стоить, да? Иногда берут просто вот такой вот куличек, да, с какими-то специями похожими. Это не важно, да? Башенка не обязательно должна быть строга в доме, да? Оно хорошо, когда она есть. Вот, ну, если нет возможности ее купить, да, то можно пользоваться просто пакетиком, куличком, маленькой такой. А у нас Е такие. Е, бессалинка. А ну-ка покажи, да, покажи, какая у вас бессалинка, да? Или далеко за ней? У меня тоже есть. О, покажите, какие у вас бессалинки есть, да? Покажите. Интересно. А домашнее задание вам будет нарисовать, да, Авдалу, бессалинку и свечу Авдалу, да, нарисовать. Ой, какая красивая, да? Видите, совершенно по-другому, да? Ну, я когда, у меня еще пока нет бессалинки, еще не купилась тебе. Ой, видите, какая красивая бессалинка. Отлично, да? Вот, ну, и прямо смотришь и радуешься, да? Ну, я говорю, это хорошо, когда она есть, да. Вот нюхаем на ее, когда Авдала заканчивается, чтобы тоже немножко понять, что все, ну, закончился шаббат, да? Будет следующее нам. Поэтому очень важно, опять же, это нам помогает понимать, где мы находимся, да, чем мы занимаемся. Некоторые сейчас специально какие-то делают упражнения, чтобы быть в настоящем моменте, да? Он слышит, вот, быть осознанным, быть в настоящем моменте. А вот нам Всевышний, это вот просто там, да, подарил все, у нас все есть для того, чтобы быть осознанным, быть в настоящем моменте, без особых усилий, да? Видите, как много нам дал Всевышний благодати и инструментов для того, чтобы мы были духовно совершенными, да? У других, как бы, половина этого момента, вот так вот. Да, да, что хочешь спросить? Давай, слушаю тебя. Здравствуйте, Анна Вишневская, нам на домашнее задание нужно будет нарисовать письминку и свечу. И Авдальную свечу, знаете, она же такая закрученная, да? Я думаю, у вас тоже есть Авдальная свеча у всех, вот. Ну, ее проще, например, у меня Авдальная свеча есть, потому что ее проще позиции, она легкая, да? Бисьминка уже сложнее, она место занимает. Поэтому у меня просто такой пакетик с лавандой, со специями, которую я не ходила, да? Он легче. Вот, ну, и в некоторых общинах тоже так, не пользуются бисьминками, пользуются такими вот сумочками или пакетиками. Но я считаю, что это уже не очень красиво, да? Все-таки бисьминка – это очень красиво, да? И приятно. И в доме она должна быть. Так, хорошо. Тогда продолжаем дальше, да? Дальше беседовать по нашей главе. Вот, недельно. Потому что в этой главе очень-очень много, да? Ценной информации. Так, потом в конце, я думаю, мы еще повторим, да? Чем мы уже такой ролик нашла. Вот, ну, все-все праздники, да, перечисляются. Вот. И потом в конце говорится, что человек наказывается за святотатство, да? Что человек, который не уважает Всевышнего, позволяет себе такое вот поведение, да? Будет наказание. Хотим мы этого, либо не хотим. Вот, если я, ты ист, я не признаю ничего, да? Все это неправда. Ну, да, это как бы его выбор, да? Но из-за того, что он не признает, да, это не говорит о том, что ничего нет. Да? Всевышний существует независимо от того, признаем мы его или нет, да? Если мы не признаем, нам же, да? Мы признаем то, что реально есть. Вот, знаете, слышали все такой анекдот, да? Ну, детский, ну, можно рассказать, да? Что в советской школе, была ж популярна безбожия, да? С 30-х годов, с 20-х, все были безбожниками. Вот. И в школе, говорит, учительница всех, да, где эти, а сейчас все дружно скрутили дули и показали Богу небо дули. А Мошек сидит, да, говорит, и дуру не крутится. А он говорит, Моше, ну, почему ты не крутишь дуру? А он говорит, а если там никого нет, то зачем там, кому дуру там показывают, да? А если там кто-то есть, зачем портить с ним отношения? Ну, и вот такая логика. И поэтому, кажется, много глупостей делается, когда, как мы говорим, Тейлин, да, сказал безумный в сервисном своем, нет, Богу, да? Но он есть. Он есть, и он делает свое дело, да? Законы работают. И если кто-то делает зло к ближнему, да, приходит расплата за это. Рано или поздно приходит расплата. Хочет этого человек? Хочет, признает, не признает. Это работает автоматически, да? Поэтому мы, говорится, в лучшей ситуации, потому что мы эти законы знаем и мы их запитаем, да? И поэтому зла в нашей жизни будет меньше. Как бы нам ни казалось, что мы страдаем, что мы несчастные, в сравнении с другими мы очень хорошо живем, потому что знаем, как надо жить, и знаем закон жизни, да? Так, хорошо, идем дальше тогда. Так, вот я вам покажу такую интересную историю и притчу, как бы она была, да? И об этом говорит, что тоже в этой главе говорится, что взрослые обязаны учиться. А зачем? Чтобы они потом обучали своих детей, да? Поэтому вы сейчас учите, чтобы потом обучать своих детей, да? Для себя, ну, понятно, у вас будут детки, вы будете их обучать, да? Понятно, что как бы я вам не рассказываю какие-то глубины, да? Богословские сложности. Мы с вами говорим о сложных вещах, да? Но все равно это немножко по-другому происходит, да? Потому что необходимо разговаривать так, чтобы было понятно. Если мы разговариваем с англичанином на русском, он не знает русского, он не понимает. Это нужно говорить с ним на английском, да? Так, и с разным человеком нужно вести себя по-разному, да? Тут требуется огромная мудрость, да? Мудрые раввины, хорошие раввины всегда знают, как разговаривать с разными людьми, да? Им Дух Всевышнего дает эту мудрость. Люди разные со всеми разговаривают разному. Одного нужно прикрикнуть и хлопнуть его, да, чтобы он что-то сделал, а с другим это не проходит, да? А с другим надо похвалить и погладить, да? Что он что-то сделал. И тут необходима мудрость и говорить на том языке, который как бы образно, да? И язык этого человека. И это, что у всех у нас немножко разные, да? В языке взаимодействия. С одним человеком достаточно поговорить спокойно, да? И все улажено, а с другим необходимо поругаться, да? Чтобы как бы разрешить проблему. Зависит все от склонности человека, от его характера, от ситуации, да? Вот. И иногда бывает даже неважно, что мы рассказываем, а то, как мы рассказываем, да? Вот рекламщики, я это знаю, скажу, по рекламам показываем. Все, что угодно там нам продают, но такое все красивое, интересное, да, что хочется купить. Посмотрели рекламу, а нам не надо, да, там те таблетки, вот хочется их купить, и все, да? Но вот так мне их преподнесли, что они так мне нужны, да? А реально они мне не нужны. Вот такие вот проценты работают, да? Вот. И в Медраше, да, в толковании на эту глупу говорится, что Всевышний показал Маши грядущие поколения все, да? С их вождями, с духовными лидерами, с их героями и судей. Возможно, он там Голден-Мэйр что-то увидел. Интересно. И государство Израиль. Вот. И всех разбойников и злодеев показал. Но если вожди и духовные лидеры еще могли как-то быть интересные, да, Маши, зачем смотреть на разбойников и злодеев? Вот. Но дело в том, что Всевышний показал, что чем дальше мы отходим от Маши, от его авторитета, тем больше люди как-то мельчают, да? Вот. И чем ближе к концу времен, тем становятся люди хуже, да? Вот. Поэтому очень часто вот мы тоже сейчас ждем Маши Алаха, ждем там со времен, потому что, ну, вот, происходит то, что происходит, да? Вот. Ну, все в руках Всевышнего, да? Мне кажется, вот, говорит, лидеры подбираются под поколение. Каково поколение? Такие лидеры. Ну, благо, у нас хорошее, действительно, сейчас, да? Он за нас повелит, он за нас работится, вот. И мы, слава Богу, да? Борохашин, что у нас хорошее, действительно. Что мы достойны такого, действительно, да? Он боевой, и мы такие все боевые. Поэтому, как бы, он дал нам по нашим заслугам. И, как бы, Всевышний сказал Маши молиться об этих людях, да? Которых было недостаточно заслуг, которые не были праведны в своем поведении. Поэтому мы тоже должны молиться за людей неправедных, чтобы они справились, да? Вот, потому что у каждого человека есть возможность сделать шубу, да? Вернуться на путь, который предначерпан ему дворцом, да? Для каждого из нас, да? Есть путь, который предначерпан ему дворцом изначально. Да? Таким вот, как я знаю. И человек праведный идет по этому пути и старается не сворачивать. Ух, это все тоже бывает, да? Но все равно праведный держится. А вот те, кто отходит, все равно для них этот путь не закрыт. Он всегда может вернуться, обратиться. И вот сейчас обратим внимание на запрет проклятия, на запрет злословия, да? Который, как мы говорим. И вот был такой раби Маши Шамай из Язы, да? И он был великим в Торе. Он был большим знатоком Торы. Но он работал и кормился трудом рук своих, да? То есть есть люди, которые целиком освещаются изучением Торы. Это тоже для общины важно, да? Их тоже важно финансово поддерживать, потому что они не работают. У них занятая работа изучением Торы, да? Но есть тех, у каждого свой путь, да? Но большинство людей изучают Тору и работают, да? И зарабатывают себе на жизни. Я вот, например, я еще преподаю, да? Обучаю языком. Я учительница. Это не только я преподаю Тору, да? У меня есть еще своя работа, которая меня отморит. Вот так вот. И вот он тоже, Маша Шамай, Рады Маша Шамай, он был тоже таким, да? Он учил Тору, но он работал. Он всю неделю занимался продажей тканей в окрестных берегнях. А в субботу толковал Тору перед членами своей общины. Тору обучал и наставлял их праведным путем во имя Бога властвовали на Бога. И после того, как исполнилось ему 60 лет, обосновался он в городе, купил себе маленькую лавку для продажи семечек и орехов. Она любит семечки орехи, да? Я, например, люблю семечки орехи. Орехи, правда, больше, чем семечки. Сидел он в лавке и занимался второй от одного покупателя до другого. Чтобы не забить по кушам. Пришел покупатель, обслужил и учится, да? Когда никого нет, сидит и учится. Другой покупатель подошел, обслужил, потом никого нет, сидит и учится. И вот он сделал Тору изучение Торы постоянным занятием, а ремесло случайным, время от времени. И радовался своей доле удовольствием с мамой. Он не гнался за деньги. У него был заработок, у него было пропитание, которое давало ему возможность учить Тору. Я говорю, не у всех есть миссия делать большие деньги. Но у всех у нас есть обязанность учить Тору. Кто занят, кого призвание делать деньги, учит Тору меньше. Но не то, что он совсем не учил, да? А вот как вот Торобимаше, у него был заработок, как он давал ему возможность жить. Ну, не очень богатый, да? Не миллионер, не олигарх. Но все у него было, да? И было время изучать Тору, то, чем он и занимался. И вот как бы вот это такое как бы среднее. Работаем, учим Тору, но живем нормально, живем скромно. Вообще наша традиция учит нас скромности, чтобы не было излишеств, не в одежде, не в питании. Это хорошо, когда мы скромны. Но Сатан, да, он не смог стерпеть того, что еврей сидит спокойно и учит Тору, а поэтому поместила ему соседа араба. Но завидовал тот Робимаше, сидящему в ладке и учащему. Начал араб читать храм громким голосом со всякими переливами, мешать, да? И голос его был приятен, как голос ворона, как какого-то. Его голос мешал Робимаше, сосредоточивая, что он не душил, да? Отложил он книгу, встал и пошел к соседу. Сказал ему, пожалуйста, читай потише. Ведь мы соседи, и не подобает человеку мешать своим. Но сосед, вместо того, чтобы читать потише, постелил голос, чтобы злить и дразнить. Пытался Робимаше углубиться в учебу, но не мог. Снова обратился к соседу. Пожалуйста, это ведь не красиво. Снова вытаращил арабские глаза. Перестал на минуту распевать замысловатый рифм. Открыл свою глотку и начал проклинать евреев, их веру, их религию, подобно сточным водам, завязающим. Выпрямился Робимаше и сказал, послушай, пожалуйста, «Если бы ты проклинал меня и задел мою честь в одном. Это было бы моим личным делом, я бы простил бы. Но поскольку ты проклинал Бога живого, Машера Бейна и его Тору знают, что сегодня последний день ты находишься в этом магазине». Услышав оскорбление, продошел к магазину еще один раз, хозяин соседнего магазина. «Обратился к нему Робимаше, ты будешь свидетелем этого». Он нанес царапину на стену и сказал, «Завтра, когда лучи солнца окажутся здесь, будет уже на здесь». Серьезно, да. Это, видите, не магия, ничего. Он призвал имя Всевышнего. Просто так не проходит. Сделал, конечно, это рапа глупости, да. Знал, что делать. Сказал свидетелем Робимаше, «Прости его». Смотри, он уже пожалел о своих снах, но ответил Робимаше, «Это не в моих руках. Не меня он оскорбил, а святую в голову». То есть мы еще, кто нас оскорбил, можем прости, да. Это в наших руках. И как бы, ну, надо прощать, да. Понятно, что не всякое зло надо терпеть и прощать, что зло надо противостоять активно. Но если человек по глупости делает такие вещи и злословит нас лично, да, это его противно. Мы от этого хуже не стянулись, да. Надо бы, конечно, прости. Не связываться с ним, прости. Но если речь идет... Ой, а куда вы пропали? Видно, может быть, связь пропала. Ничего, мы тут присоединятся. Но если речь идет о Всевышнем, да, о Торе, это уже не в наших руках. Да, уже Всевышний, он может сам сосудить. И обычно происходят вот такие вещи, да. Поэтому это очень опасно. Вот, это не просто так, да. И в тот же день, когда мусульманин закрыл свой магазин, начался у него приступ сильной головной боли. Пошел он домой, лег в постель и в тот же день не умерли. И на следующий день, в предсказанных часах, он уже был в могиле. Потому что, говорю, со Всевышним не шутят. Не шутят. Это, кажется, немножко не по теме, вот, но вы, наверное, слышали, да, от многих христиан, да, стариковых, христиан, может быть, рассказы, когда разрушали то, что в советские времена церкви, да, там сбрасывали кресты, взрывали церкви. Те люди, которые это делали, они потом все умирают. И это, конечно, оно, как бы, это еще не полнота, да. Христианство – это такая, ну, часть полноты веры, да. Но все равно, как мы видим, что Всевышний за себя будет отомстить очень сильно. То есть не надо за него. Но его еще предупреждали. Да, но, опять же, человека предупредили. Но в этой ситуации, это уже, как бы, это мы тут повлиять не можем, да. Рабима был человеком праведным, да, он знал о пути всевышнего, они были ему открыты. Вот, опять же, как бы по заслугам его праведной жизни, и он это увидел, да, и он его предупредил. Он бы мог еще раскаяться и покаяться, да, и как вот, как царь Давид, да, вот, ему сказали о его грехе, он покаялся, и приговор был изменен. Но, увы, этот человек не был на том духовном уровне, да, чтобы, как, узнать, покаяться, раскаяться. То есть он был на духовном уровне, он вот такую не делал, да, вот такую. Поэтому вот это, с этим вот надо быть очень осторожным. Потому что какие-то шутки, да, даже невинные, вот, то есть нужно к этому относиться серьезно, да, чтобы даже в шутку не делать таких вещей, да. Вот. Поэтому наша речь очень важна, да. Я, увы, сама иногда стараюсь обуздавить свой язык, потому что у всех, кто преподает это вообще, как бы, слабость, да, много говорить, и иногда говоришь-говоришь, что-нибудь никто скажешь. Да, тут нужно очень много мудрости просить от Всевышнего, чтобы действительно не обидеть ни человека, да, ни Всевышнего тем, что там по-своему просто недомыслив, что-то не то сказать, да. Вот так и такое бывает, да. И тут, как говорится, за языком надо очень сильно следить. Лучше не сказать, чем сказать, что-то не то. Тоже мудрость, да. И не только, да, еврейское мудрость. Молчание – это золото. Молчание – золото, да. Вот. Ну, опять же, опять же, не сказать, когда надо говорить, это тоже хорошо. Помним, что есть у нас обязанность, деликатно. Иногда есть такая популярная фраза, когда знаешь, не хочешь ответить, говорят, но не отвечаешь, знак согласия. Да, да. Опять же, когда мы видим зло, да, и равнодушно проходим, либо боимся, да, а мы в состоянии, например, что-то сказать или что-то сделать, да, помочь этому человеку, вот, который в беде, а мы проходим мимо этого, тоже на нас кровь поднимет, человека, да, пишет, написанная история. Нельзя делать никакие вещи. То есть потом мы ответим за это. Опять же, потому что так Всевышний, да, так распоряжается Всевышний. И нужно знать об этом, что это, увы, тоже небезопасно для нас. Вот так вот. Вот поэтому, видите, какая очень важная глава, да. И поэтому очень важно, да, следить, чтобы не сквернять Всевышнего, потому что именно из-за этого, как написано в нашей традиции, да, обвиняются люди, пустили дороги, приходят болезни и разрушается мир. Да. И есть против этого одно средство отмежеваться и уничтожить, И, то есть, ни в коем случае не общаться с людьми, да, которые проклинают Всевышнего, говорят, шутку отрицают, да, стараться не пребывать с этим людьми в общении, да, вот, потому что они на себя навлекают беду и общаясь с ними, нужно тоже навлечь беду именно себя. Так, хорошо. Ну, говорилось, что тут мы читаем, что к Лену нельзя прикасаться к умершему, почему? Потому что есть тума, понятие тумы духовной нечистоты, и она очень часто именно сопряжена с физической нечистоты. Вот поэтому знаем, да, что чтобы произнести браку, произнести молитву, нужно посмотреть, чтобы мы были как минимум в расстоянии двух метров, например, если там куча мусора, да, два метра мы должны отойти от кучи мусора. Вот, либо, например, если туалет, смотреть, чтобы два метра мы отшли от туалета, да, в туалете молиться не надо. да, перед тем, как пойти, да, и после, там не надо, ему считается нечисто. А еще к вам, высшему из братьев своих можно жениться лишь только на девица из народа своего. Да, да, поэтому смотрите, сейчас в синагоге, да, среди евреев, среди мнынах этого нет, но среди сыновых, целого и среди евреев есть разделение, среди мужчин, да, женщины просто, ну, как бы, как бы, как практическая служба не привлекается, у женщин другая функция, да, еврейская община. Но у мужчин, они все делятся на коэнах, на левитов, леви, да, и просто на народ израиля. Все мужчины еврейские делятся на три категории, и первое к чтению, второе вызывают коэна, потом вызывается левит, если он есть, в Миньяне, а потом уже там другие, да, почетные, в основном, почетные, да, почетные люди запах на религии к чтению. и поэтому первое, что человек приходит к синагогу, на ногу, у него спрашивают, кто он, да, он коэн, левит, или израиль, ну, просто народ израиля, да, израильник. Вот. И обычно люди знают, да, что они потомки коэнов, и там, когда выбирают жену, да, там уже среду определенного рода запреты, что он уже не может жениться на обращенное, например, на нееврейке бывшее, да, на гиорет, либо вообще с нееврейка, да, иметь дело, тут уже есть определенная рода строгости, да. Понятно, что сейчас не все это соблюдают, да, вот, но это уже пользует на их совести, но в писании написано. Да, но это, когда подрастете, это вы уже там будете смотреть, да, вот. Ну, как бы, тем не менее, бывает, что и потомки коэнов, да, женщины женятся на тех женщинах, которые обратились, тут уже зависит от ситуации и от разрешения, да, не нужна большая любовь, да, действительно, вот так, всевышняя. Все, все как бы смотрится по ситуации. Мудрый человек смотрит тоже и на исключения, которые бывают. Вот правила есть правила, да, не нужно как бы их обходить. Да, ну, вот тоже об этой главе, да, в этой главе. Очень много информации, да, вот почему вот умерший, вот он наделен свойством, распространять у кого человечество, да, человек жив, пока в его теле находится душа, да, частица создателя, которую он поместил в тело человека. А вот когда душа завершает земной путь и возвращается в своем источнике, тело, лишенное ее, не только не имеет никакой самостоятельной ценности или величия, но наоборот, оно наполняется нечистотой мордона. Вот. И мы получаем свою душу от самого трона Всевышнего, да, центра управления миром, центра управления полетами. И наша душа несет в себе высочайший потенциал, а тело нам помогает его реализовывать. Мателе тоже надо заботиться, чтобы оно было здорово, чтобы оно нам помогало. Но тело это не самое важное, да, не самое важное. Вот в современном мире, особенно в женском, да, немножко нарушена этот баланс и начинается. Да, женщина должна заботиться о себе и быть красивой, да, но не так, чтобы это было самое главное. Операции, каждый день часы фитнеса, да, для того, чтобы вот, соответствовать этим стандартам, диеты, да, болезни потом, разные нарушения, да, то есть нарушается баланс, да, и, ну, и мальчики тоже, ну, качаться, в принципе, хорошо, но опять же, да, без честнельного влечения. Наше тело красиво, потому что мы наше, да, любое тело красиво, потому что наше, и важно содержать его здоровым, чистым, да, и потому что самая важная душа, да, душа, это первое, и тело помогает реализовать свой потенциал. Ну, вот потихоньку будем заканчивать, да, да, какие-то вопросы у вас, что-то хотите сказать? Я перебиваю, как говорили, не помню, какая глава, это было вроде прошлое, не помню, чистоту и нечистоту места, что в мясе присутствует кровь, которую нужно очищать в соленой воде. Да, правильно. И как вы говорили, как это нам должно быть в уме, что в крови есть и сама душа, потому ее нельзя петь или есть как там правильно. Да, да, ну, потому что она там есть, да, хотим мы этого, не хотим, она там есть. Опять же, это все не зависит от нашего желания, да, это не то, что мы там, вот я вот считаю, что там души нет и начинаю кушать как кровяную колбаску, да, вот, что я вот так считаю, да, но она там есть, считаем мы или нет, да, и если мы хотим быть верны Всевышнему, то извините, мы не будем макушать кровяную колбаску, да, но зато мы другие вещи, кроме кровяной колбаски, получим за эту награмму, ну, вот, от чего-то надо отказаться, о, правильно, чихнула, правильно, сегодня у нас про чихание, все другом чихали, хорошо, все, тогда у нас, я в конце, я вам даю ролик по этой главе, повторяем, да, и заканчиваем, у нас мультик в конце будет немножко по-другому, значит, думаю, не нужно от них отказываться, от этих кроликов, потому что они помогают нам повторять, все, запускаем, Недельная глава Торы Эмор В главе Эмор написано, что именно запрещено Коину, и какие особые законы он должен исполнять, какое животное можно приносить в жертву, а какое нельзя, и еще мы узнаем о важной заповеди освящение имени Всевышнего, это значит, что всеми своими поступками еврей должен стараться показывать, что Всевышний правитель этого мира, а Тора истина, в этой главе есть также законы праздников, Машарабайну установил обычай начинать изучение законов каждого праздника за 30 дней до его наступления, Кроме законово праздника, в этой главе есть еще один интересный закон о счете «Тора не учебник математики», скажете вы. И все-таки и в Торе есть законы счета Омера. Когда мы чего-то очень хотим, мы обычно считаем дни до этого события. Сразу же, после выхода из Египта, евреи получили заповедь считать от второго дня Бесаха семь полных недель. В этот день евреи приносили в храм Омер. Это такая мера муки, сделанной из ячменя, собранного в этом году. Люди, пришедшие со всех концов Израиля, очень радовались этому. С замиранием сердца люди смотрели, как сжинают первый сноб ячменя, сноб на еврейте тоже Омер, как изготавливают из него один Омер пути, как торжественно несут его в храм и приносят жертву Всевышнему в благодарность за урожай. И вот именно те дни, которые мы отсчитываем от второго дня Бесаха или от принесения в жертву первого Омера и назвали Сфера Аомер, счет Омера. Хотя евреи вышли из Египта, но еще не окончательно избавились от рабства. Точнее, рабство физическое уже закончилось, а вот духовное закончится лишь в тот день, когда еврейский народ получит Тору на горе Синай. Духовное освобождение, выносимое Торой, намного важнее физического освобождения. Понимая это, мы с нетерпением считаем дни от второго дня Песоха до праздника Шавуон, дня дарования Торы до полного освобождения. А еще считаем дни, чтобы не забыть, что дарование Торы нужно удостоиться. Для этого следует раскаяться в грехах и исправить свои душевные качества. В дни счета Омера мы отсчитываем сорок девять дней. А неделя на Еврике называется Шавуон. Это одна из причин, по которой праздники назвали Шавуон. В неделе так уж случилось, что дни счета Омера стали днями траура. 24 тысячи учеников Раби Акивы умерли именно в эти дни, а погибли эти мудрецы в наказание за то, что не уважали чужое мнение, а самым верным считали свое. И поэтому в дни Сферат Омер евреи не стригутся, не играют в свадеб, не устраивают праздник, а также не играют на музыкальных инструментах в память о людях, погибших из-за нарушения заповеди Аават Исраэль. И только когда мы поймем и осознаем, как важно любить ближнего своего, и не только поймем, но и исполним эту заповедь, только тогда мы будем достойны получить Тору. А теперь вопросы вы ведь внимательно слушали. Что приносили в жертву во второй день Песоха? Когда закончилось духовное рабство евреев после исхода из Египта? Когда Бог дал Тору? мы будем достойны получить Тору? Да и правильный когда мы поймем, что нужно, когда мы поймем, как нужно любить друг друга. Повторили, закончили. Теперь знаем, что надо делать. Вся инструкция перед нами. Домашнее задание есть, с группой на этой неделе организуемся и будем на связи. Все, большое вам спасибо, что пришли. Приходите всегда. Вам спасибо за этот прекрасный урок. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. вам за этот чудесный урок. Спасибо вам тоже. Я очень рада, что вам понравилось. будет. Все, целую вас, хорошая. Спасибо за урок. До свидания. До свидания. Спасибо. Будем ждать следующего урока. Ой, молодцы. Я тоже всегда жду встречи с вами. Нетерпения. Так, заканчиваем. Спасибо.